Всем привет! Это передача Аутсайд и я ее ведущая Ирина Меньшикова. И сразу переходим к рубрике NS News. Стартовала продажа билетов на шоу Northern Storm 4. Билеты можно приобрести уже сейчас в антикафе 12 комнат, а также у официального распространителя. Всю подробную информацию по билетам вы сможете узнать в описании к этому видео. Друзья, торопитесь, количество билетов ограничено. Определились даты проведения всех шоу Northern Storm до конца 2015 года. Вся подробная информация на нашем официальном сайте. А сегодня в нашей передаче Ди Гранди, друзья! И он ответит на некоторые ваши комментарии, которые вы оставляли в наших социальных сетях. Питер на связи. Меня зовут Ди Гранди. И сегодня я не буду отвечать на вопросы нашей ведущей. Я лучше прочту ваши комментарии о себе, оставленные в соцсетях, ну и на сайтах. Так что поехали! Первый комментарий. Его оставил Илья Овсяников. Он предлагает поставить Аликса в бой против Ди. Это должен быть эпичный по эмоциям матч. Что-то типа Майклс против Флэра на Ростелмане, когда карьера Флэра стояла на кону. Во-первых, какие к чертям Майклса и Флэр? Это две легенды рестлинга, до уровня которых нам с Аликсом еще расти и расти. Ну а во-вторых, у меня уже есть шанс вырвать титул из рук Аликса. И поверьте, я это сделаю. И я не испытаю ни капли сожаления по этому поводу. Да, мы друзья с детства. Но на ринге я буду биться изо всех сил. Второй комментарий мне оставил Александр Фанков. Он пишет, что бредятина полная ставит его с Ди. Да, Гранди не выиграл титул Экстрима. Но это не значит, что он должен винить в этом Аликса и начинать вражду с ним. Они лучшие друзья. Да, даже если ситуации бывают разные, сейчас устраивать им конфликт в Десолюд Ди будет слишком глупо. Когда я с кем я выйду на ринг, будет решать наше руководство. А если мне что-то не понравится, я трижды призадумываюсь, делать мне это или нет. В успехе Аликса заслуга Аликса. В моем поражении виновен только я сам. А если хочется что-то слить, то я не буду спорить с Александром Фанковым, который, очевидно, является экспертом по вантузам, сливам и унитазам. И на Вест Планет обо мне пишут. Местная звезда Гранди выставлен полным ущербом и терпилой. Да, они меня звездой назвали. Но давайте обсудим. Этот ущерб и, как вы выразились, терпила, с трудом ходил две недели. Потому что рестлинг – это вам не в песочнице играть. А если вы подумали, что я жалуюсь, то имейте в виду, что Марков, Мороз и Фредди тоже не одну ночь во сне ворочались. Кстати, там еще написано, что я дрался с одним лишь Марковым. Да, это так. И что-то мне подсказывает, что если бы не я, то у Маркова было бы гораздо меньше проблем. И уж точно, Фредди бы не выиграл бы титул. И Евгений Брыкин написал, что я не убедителен, не похож он на мужика из бандитского Петербурга «Имхо». А на кого я должен быть похож? На мужика с большим пузом, в малиновом пиджаке, с большими цепями, с барсеткой под мышкой? Я родился в этом городе. Я вырос в этом городе. Я такой, какой я есть. И в отличие от тебя, я не скрываюсь под маской диванного задрота. Я закончил отвечать на ваши комментарии? Это был Ди Гранди. И мы увидимся с вами 24 октября на шоу, где я стану новым чемпионом NSW. У микрофона Алексей Красильников. И сегодня мы вспомним лучшие воздушные приемы, лучшие атаки воздух-земля, увиденные на битве на Неве. На пятом месте шаман. Таинственный незнакомец продолжает взбираться вверх по иерархической лестнице. А его прыжок в бездну способен не только сокрушить грудную клетку противника, но и пробить дыру в центре ринга. На четвертом месте Фредди Мартелло продемонстрировал, что его мунцолт может повергнуть сразу трех противников. На третьем месте один из самых ярких дебютантов российской рестлинг-сцены. Руслан Ангелов. Акела. Его капкан не просто приносит победы, но и завершает карьеры. На втором месте Ди Гранди, который продемонстрировал российскому королю хардкора Ивану Маркову, что и в Санкт-Петербурге в полной мере знают, что такое настоящий экстрим. Чтобы занять первое место, нужны 100, 200, 300, 400, 500, 600, 630 градусов. Алькоров забрался на вершину нашего рейтинга, продемонстрировав прием, который в мире исполняют единицы. Это был Алексей Красильников. Услышимся!